Теперь есть такое понятие «поляризация души». Очень интересная вещь. Я сегодня ввожу два очень глубоких, очень эзотерических понятия, про которые вообще никто вам не расскажет. Они очень ключевые для понимания своей задачи в этой жизни. Значит, понятие «поляризация души», что это такое? Вы, наверное, знаете, что Бог есть в двух видах, Творец наш. Он единый, но для человека он в двух видах существует. Один Бог – это тот, который запредельный, он создал нас и всё, и ушёл куда-то далеко. Мы с ним в контакт войти не можем. Трансцендентный он, удалённый, транс-слово, трансцендентный, удалённый от нас. Мы про него, может быть, что-то знаем, но в контакт с ним вступить не можем. Это тот Бог, который создал этот мир и отпустил его развиваться самостоятельно. Трансцендентный Бог. А второй Бог – это имманентный, внутренний Бог, который внутри человека есть, но спит. И тем не менее вот этот внутренний Бог, он всё равно доступен. Вот первый Бог трансцендентный недоступен. Он только, может быть, будет доступен, когда пройдут все циклы, мы тысячу раз будем рождаться, станем вознесёнными владыками, вернёмся к Богу, и тогда мы с ним, может быть, сольёмся. А до тех пор нет. А имманентный, да, он доступен, внутренний. В этом одна из, кстати, очень серьёзных конфликтов современной церкви. Церкви на примере христианской, и не только. Современная церковь переживает очень большой кризис. Любая церковь. Современная религия, которая организована в какой-то институт, она переживает кризис. Но он такой, закономерный. Кризис заключается в том, что почти все религии, привлекают людей тем, что они рассказывают про трансцендентного Бога, про того великого Творца, который он нас создал. И человек очень стремится к этому свету и стремится к этому Богу. Но как только человек начинает практически пытаться найти шаги, пути, как к Богу к этому вернуться, то представители религии говорят, они как? Бог трансцендентный, Он недоступен. Всё. И с этого момента у человека начинается тупик в его жизни. И начинается депрессия. Вот современная, вот христианская церковь переживает этот тупик, потому что вот эти люди, которые ходят в церковь, я сама принадлежу христианской церкви, люди эти думающие, они не удовлетворены этим. Когда священник говорит о том, что Богу до тебя всё равно, Он там где-то далеко живёт, а ты хочешь вот и со своими грехами разбирайся, а к Богу ты недоступен, недостучишься. Только вот после смерти ты, возможно, сможешь объединиться там с Христом, со святыми. А вообще ты вот в эту жизнь выброшен. И здесь вот сплошные, так сказать, страдания. Трудно разговаривать с современными представителями религии на эту тему, потому что они не согласны с тем, что Бог живёт внутри человека. Они могут сказать только следуй законам морали, следуй законам запретов и так далее, законам. И тогда ты когда-нибудь Бога увидишь после смерти. Почему я вот сейчас про это говорю? Потому что из-за того, что Бог имеет два лика, удалённый, недоступный, и тот, который внутри нас, это образец того, что каждый атом, каждая клеточка в человеке, каждое тело в человеке имеет точно так же два лика. Одно удалённое, а другое внутри. Так вот, наша душа, наш солнечный ангел любимый, он живёт в другом пространстве, в виртуальном. Он недоступен. Но он имеет отголосок, он имеет свою часть внутри нас. И эта часть внутри человека имеет определённое место, домик, куда она временно погружается. И это место, куда она погружается, называется поляризацией. То есть часть души внутри наших тел начинает жить. Давайте ещё раз покажу. Вот у нас есть душа, она живёт за пределами этого пространства. Её пощупать нельзя и увидеть нельзя. Но кусочек этой души выбирает или в личности жить, или в ментальном теле, или в эмоциональном теле, или в физическом теле во время этого воплощения. Она может выбрать жить в физическом теле. А вы умрёте, всё проработало, в следующей жизни она выберет себе эмоциональную. Например. Для чего она так делает? Она такое место выбирает, которое для нас самое тяжёлое. Зона. Итак, поляризация это такое явление. Это когда какая-то область жизни или какое-то тело человека переживает наибольший стресс, наибольшие трения с материи. и человек переживает наибольшие проблемы. темы. Спасибо.